Друзья, у нас в гостях певица Марьян Шабанова. Очень известная, популярная. Мы сейчас поговорим об очень интересных вещах. Добрый вечер, Марьян Шабанова. Добрый, добрый. Вы у нас не первый раз. Второй. Второй. Что-то изменилось, что понравилось? Колоссальные изменения, грандиозные, я бы сказала. Потому что, когда впервые мы посидели это место, здесь был, по-моему, один домик, и строился второй. И, конечно, для меня колоссальное впечатление произвело то, что вы смогли сделать за полтора года. Что мне больше всего понравилось? У меня нет какого-то нормированного рабочего графика. И расположение таковое, что можно отдыхать, и при этом не бросать рабочих дел. То есть можно утром поехать, сделать какие-то дела, участвовать в каких-то съемках, поехать порепетировать, поехать в студию, потом вернуться. К этому времени вода в бассейне уже то, что надо. Отлично. Детям тоже очень нравится. А вот ощущение природы, да, вот мы смогли это передать. Обычно там как бывает, мы когда вот задумывали проехать, именно в этом была вся фишка, да. Обычно как бывает. Там собираемся поехать в район, да, там несколько часов надо ехать. Ты приезжаешь. Это огромный плюс. И вот уже усталость. Этот день уже ты устал, пока все это готовит и так далее. В чем фишка? Здесь у нас фишка в том, что за полчаса из города ты добрался сюда, и вот атмосфера уже, у тебя воздух. Да, деревья у нас пока маленькие, небольшие. Обычно тот, кто за рулем, он говорит, я не понял вообще, в чем суть этого отдыха. Если мы едем куда-то далеко, считай, полдня его нет, если не больше. Чистота. Наличие, кстати, очень хорошего качества мебели. То есть, ну, не шаткая, не расшатанная, все суперское. Кухня идеальная. Вообще, мечта хозяйки. У меня кухня не настолько большая, как у вас. Шкафы, посуда. То есть, не нужно с собой тащить огромное количество всего, что мы обычно привыкли с собой брать при выезде куда-то. Детям понравилось то, что есть бассейн. Что им еще от этого нужно? На бассейн, вся семья вместе, вечером настольные игры. Конечно, классно. Оказывается, нужно было в него готовить. Можно было рустаму не грузить, да, дать отдохнуть? Нет. И можно, именно хочется отдохнуть в первую очередь, а не заморачиваться с большим количеством готовки, то параллельно заказать можно. Долу, плов. Ну, штам, как тебе цены? Очень неплохие цены. И очень, очень широкое меню. Слушай, реально классно. Я говорю, там реально хорошее меню. Смотри, вот все, что хочется. И самое главное, очень вкусное. Даже хорошее. Да все здесь. Ну, даже кингаги. Даже кутабы есть, блинчики. Даже у них есть кутабы с этим, как бы, стыква. У меня... 60 копеек. Даже не надо. Да? Прикольно. У меня вопрос. То есть, звонить по этим номерам и говорить, что мы остаемся... Да, баки-бал-вара. Да, баки-бал-вара. Все, он сразу доставит. Расскажите, Ана Маяхан, расскажите, вот, а почему вы решили стать певицей, да? Как это получилось? Я всегда говорю, что у некоторых людей есть возможность выбирать профессию, а у некоторых, как у меня, такой возможности не было. Профессия выбрала меня. Я с детства очень творческим ребенком была. Я неистово, с огромной любовью рисовала. Рисовала, рисовала, и все знакомые, и сама мама, и все семейные друзья, они все говорили, ой, из нее вырастет художница. Меня отдали в школу рисования. Я рисовала с большим таким, с большой страстью. А потом, когда мне было 7 лет, я запела. 7 лет? Да, и накрылась моя, это, великая, мое великое будущее художницы. Ну, я не жалею, я очень рада. Да, я, честно говоря, думала, что у меня слабенький голос, я очень стеснительным ребенком была поначалу. А потом, чем дальше, тем больше, много пела, подпевала, для меня стали писать песни, люди хвалили, восхищались. Я обрела уверенность в себе. И мне это очень нравится. Я, в принципе, пришла в этот мир не за славой, не за популярностью и не за деньгами. Чистая любовь. Кстати, я вот в прошлом году была в Испании. И победила на конкурсе. И одним из призов была съемка музыкального видео. И я думала, ну вот сейчас я увижу мегапрофессионализм, суперпрофессионалов. И это не первый раз, когда я где-то за пределами Азербайджана сталкиваюсь с аранжировщиками, с клипмейкерами и так далее. То есть, и я думаю, так, ну вот сейчас я увижу такой класс. Такой вот. Хайлевер. Увижу этот потолок. И оказывается, что тот азербайджанский режиссер, с которым я работаю последние много-много лет. Как же он, назовем? Моин на его углу, например. А, ну я вижу. Да он просто сожрет этих всех испанцев. И, кстати, многих казанскучей он просто их схавает. Он просто их так. Вот. И я подумала, сейчас я увижу класс. Вот опять эта самая история, что в Испании. И они говорят, ну вы тоже выйдете. Мы тоже вот. Ну так получалось, москвичи, они меня не знали. Ну так пару раз услышали и все. Ну можно вы выставить, мы хотим посмотреть, как вы работаете с публикой. И они поставили меня на начало программы. То есть тогда, когда только-только пришли люди. На разогрев. Да. И я думаю, так, окей, хорошо. И у меня все, вот я была первым исполнителем за этот вечер, у меня все встали танцевать. Да. Почему? Москва это не мое. Ну не мое, я люблю Бако. Спасибо вам большое. Я вам желаю творческих успехов, счастья, здоровья. Приезжайте к нам почаще. Будем стараться. А я вам обещаю, как только здесь будет сцена, вы одна из первых на разогреве будете петь. Спасибо. 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 Только у любимых могут быть такие необыкновенные глаза. Только у любимых могут быть такие необыкновенные глаза. Самые любимые глаза. Необыкновенные глаза. Спасибо. 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 Спасибо.